В эфире Народные новости в студии Евгения Байбикова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. С теплом сердец. Волонтеры продолжают плести маскировочные сети и костюмы для бойцов СВО. Вопросы бизнеса решаем вместе. Глава Мордовии провел очередную встречу с предпринимательским сообществом. Актуальные вопросы и эффективные методики. Саранск принимает всероссийские форумы учителей русского языка и литературы. С пользой для природы и здоровья в парке Ленинского района прошел плогинг «Забег». За победу в Ковылкинском селе Кочелаево памяти бойцов СВО посвятили спортивные состязания. Защитить наших бойцов в зоне СВО помогает в том числе и неустанный труд мордовских женщин. Уже более полугода волонтеры сообщества «Мордовия-Зет» плетут маскировочные сети, а в последнее время стали востребованы и особые костюмы, позволяющие мимикрировать подместность. Из-за необычного вида их прозвали «лешими». Что они собой представляют и как их создают, расскажут Ирина Семенова и Сергей Соколов. На мне одет так называемый костюм лешего или костюм снайпера. Эти костюмы начали изготавливать в нашей группе «Мордовия-Зет» в отделении сети. В составе костюма ткани, джутовая нить, лыка. Костюмы бывают окрашенные и неокрашенные. Это неокрашенный костюм. Он как раз используется в местах, где уже выгоревшая трава и где нужна небольшая, так сказать, зеленка. А если зеленая поверхность, то значит костюмы вот эти вот нити девочки окрашивают в зеленый цвет. Этот костюм призван замаскировать снайпера или разведчика под местность. Различить облаченного влешего бойца с помощью кудрокоптера будет невозможно. Есть разные виды. Полный костюм, который прячет солдата с ног до головы, облегченный вариант накидка, на шлем не для тех случаев, когда нужно, к примеру, ненадолго выглянуть из окопа. Создание такого лешего – кропотливый труд. Плетется сначала основа, как бы вот большая, потом отдельно плетется капюшон. Плетется, берутся вот такие ниточки и в каждую клеточку все это вот такими вот узелками завязывается. В каждую обязательно, где-то по две нитки. Если костюм должен погуще, еще зависит от того, где плечи, там он должен быть погуще. Где-то внизу, пониже. Капюшон тоже не очень, потому что такой густой должен быть. Также берутся вот такие вот девочки. Мы делаем нарезки ткани. И как бы вот вплетаем в джут, чтобы это была как бы трава. Имитирует это все траву. На один такой костюм уходит неделя ручной работы. Всего за несколько месяцев активисты успели создать и отправить в зону СВО 38 комплектов такой экипировки. Заказы продолжают поступать, продолжают плести волонтеры и маскировочные сети. За все время работы сообщества их отправили более 1300 штук. Порядка 50 дожидаются отправки на складе. К каждому комплекту прикрепляют трогательные послания и пожелания скорейшей победы. Те, кто создает эти сети и костюмы, вкладывают в свое дело всю душу. Невозможно сосчитать полное количество людей, которые нам помогают в группе Мордовия Зетсети. Находится более тысячи человек. Каждый из них принимает то или иное активное участие. Кто-то помогает деньгами, кто-то помогает закупкой различных материалов для плетения сетей, а кто-то помогает своими руками. Люди приходят и работают здесь в три смены, начиная с 10 часов и порой заканчивая далеко-далеко вечером. В конце марта этого года, благодаря поддержке главы Мордовии Артема Сдунова, у волонтеров появилось новое помещение. А неравнодушные люди оснастили его всем необходимым для комфортной работы. От горячей воды и вытяжки до холодильника и микроволновки. Активистки сообщества сюда приходят как домой. Спешат провести за работой каждую свободную минутку. Секрет-про здесь собралась команда настоящих единомышленников. Настоящими друзьями стали очень быстро, ведь сплотило их общее желание поддержать наших бойцов. Ирина Семенова, Сергей Соколов, Народные новости. Вопросы бизнеса решаем вместе. Под таким девизом прошла ставшая уже традиционная встреча главы Мордовии с представителями предпринимательского сообщества республики. Какие темы обсуждали на этот раз, расскажут Вячеслав Кузьменко и Станислав Семин. Власти Мордовии одной из своих главных задач считают стимулирование деловой активности. Тут очень нужна обратная связь от бизнеса по поводу эффективности действий. Не менее важно решать насущные вопросы, что называется, на месте. Поэтому для участия во встречах с бизнесом приглашают руководителей министерств и ведомств, ответственных за реализацию крупных инвестиционных проектов. И статистика подтверждает, дело движется в правильном направлении. Нам удалось увеличить количество собственного бизнеса в республике, средней списочной численности. Это, конечно, все статистика, но это тоже большой для нас сигнал, что мы, в принципе, действуем достаточно правильно. Все, что для нас составляет ограничения, а бывают такие вопросы по надзору, иногда даже самому приходится вмешиваться в какие-то вопросы, мы, конечно, пытаемся эти вопросы решить как можно больше и безболезненно. Но я хочу сразу сказать, надзор – это государственная функция, без которой жить тоже нельзя, потому что нас защищает и жизнь, и здоровье людей. И здесь надо быть просто терпеливым и понятным. Но вы должны всегда знать, что, во-первых, я на связи, на связи все руководители органов, и посмотрите, они все здесь присутствуют. Ну и, конечно, у нас уже выработана с вами методика, как мы эти вопросы решаем. Трудовые ресурсы – важная составляющая инвестиционных проектов. Например, в Тепличном сейчас расширяется производство. Предприятию нужно принять на работу минимум 80 человек. Артем Сдунов поставил задачу Министерству соцзащиты, труда и задействия населения помочь решить вопрос. Однако не должно оставаться в стране и предприятие. Глава республики предложил включиться в проект, который Мордовия реализует вместе с агентством стратегических инициатив. Напомню, он касается трудоустройства и социализации бывших заключенных. Вы можете с ними познакомиться, когда-нибудь там еще отбывает срок. Или с проектным центром можно сделать, как Рамадан и Сахар. То есть есть несколько направлений, которые 80 человек точно можно решить. У нас, наверное, в схемаше не хватает в 10 раз больше. Понимаете? Не то мы через образование, через привлечение бывших заключенных это стараемся сделать. На заседании обменялись мнениями по поводу лучших практик взаимодействия бизнеса и власти, которые идут на пользу и экономике, и людям. Например, сотрудники одного из крупных торговых центров в Саранске не только облагородили территорию вокруг самого центра, но и планируют построить футбольное поле в сквере подольских курсантов. Еще одна тема, которая без сомнения повлияет на развитие деловой активности малого бизнеса, это создание нестационарных павильонов для торговли местными товарами. Вопрос в том числе по нестационарным объектам, если помните, поднимался на встречи с Центросоюзом, когда они приезжали сюда с визитом в апреле, по-моему. Как раз обсуждалось, что это новая инициатива, ее можно реализовать. Большое спасибо за то, что первый такой проект в республике создан. Интересен для обсуждения был и вопрос о продлении льгот для резидентов территории, опережающего социально-экономическое развитие. Предприятия, которые работают в ТАСЭР Рузаевка, имеют серьезные возможности для дальнейшего динамичного роста. Это интересно и потенциальным инвесторам. Власти Мордовии держат вопрос на контроле. Есть специальная комиссия в правительстве. От регионов и не только от Мордовии вопрос поступил. Такой запрос есть. Работу уже начали. Я думаю, только улучшит нашу ситуацию и ваши инвестиционные возможности. Обсуждали и частные вопросы. Например, предпринимателей, работающих в торговом центре по улице Льва Толстого, взволновало сообщение о запрещении автостоянки рядом с торговыми точками. Это, без сомнений, негативно повлияет на посещаемость и, соответственно, на доходы. Оказалось, что это сообщение не соответствует истине. Проектом организации дорожного движения такое ограничение не предусмотрено. А там предусмотрено только с 23 часов вечера до 6 утра. В связи с коллективным обращением граждан 23-го дома порядка 50 подписей было о том, что в ночное время очень шумно, грязно, поэтому было принято такое решение. На заседании была озвучена инициатива ввести специальную профессиональную премию для предприятий и организаций сферы туризма. Она станет стимулом для разработки новых туристических маршрутов. Также предприниматели республики высказали мысль, что для развития сферы гостеприимства в Мордовии нужно возводить зоны отдыха. Жители и гости республики ценят и любят проводить время в лесу и у водоема. Но законодательство запрещает строить в лесной зоне. Выход – осваивать заброшенные пионерские лагеря. Как раз там получается, что непокрытые лесом площади старые убираются, новые возводятся, некапитальные строительства, поэтому нарушения федерального закона в данном случае не будет. На встрече каждое из обращений предпринимателей получило подробный ответ со стороны руководителя региона и министров республиканского правительства. Подобные открытые диалоги без сомнения положительно скажутся на инвестиционном климате Мордовии. Вячеслав Кузьменко, Станислав Семин. Народные новости. В Саранске открылся всероссийский форум учителей русского языка и литературы. На нем педагоги обсудят актуальные вопросы преподавания этих предметов. В первый день форума на площадке Центра образования Тавла прошли тематические сессии и пленарные заседания, в котором принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов. Подробности далее. Они приехали из разных уголков страны, объединенные общим делом и целью сделать свою работу еще лучше. В зале крупнейшей школы республики ученые, эксперты и педагоги, чья работа связана с изучением и преподаванием русского языка и литературы. На вас лежит очень большая ответственность. Вы выполняете важную государственную задачу. Вы передаете последующим поколениям правильное отношение, прежде всего, к русскому языку. Саранск объединил филологов практически из 70 регионов страны. Одна из целей Всероссийского форума учителей русского языка и литературы – обмен опытом. В помощь педагогам – стратегические сессии и мастер-классы. Приехала из Иркутской области по приглашению. Хочется новых знакомств, интересных знакомств, общения с интересными учителями русского языка и литературы, интересных решений, хорошей плодотворной работы. Познакомилась с программой. Есть очень много интересных тем, нововведений. В частности, разговор о федеральной рабочей программе, встречи с именитыми людьми Министерства образования России. Хочется вот из первых уст узнать о тех нововведениях, которые нас ожидают. В первый день форума провели пленарное заседание. В рамках открытого диалога по видеосвязи выступил министр просвещения страны. Он отметил, интерес к русскому языку и литературе растет, а их преподавание имеет еще и воспитательный акцент. Этим предметам уделяется особое внимание, развивается единый госэкзамен, готовится новый словарь русского языка. Удержаны единые программы по русскому языку, по литературе. Два предмета, которые вошли в перечень шести предметов, имеющие, можно сказать, общегосударственное значение. И то, о чем только что говорили, я слышал включение произведений, в том числе Богомолова, других наших выдающихся авторов. Это, в том числе, те решения, которые говорят о возвращении всего того лучшего, что было и в советской системе образования, когда школы работали по единым программам, выверенным стандартам. Основные темы форума – воспитательный потенциал уроков, система оценивания в ГИА по профильным предметам, реализация государственной политики в области изучения русского языка, единые подходы к содержанию учебных предметов, русский язык и литература. Также участники обсудят специфику изучения русского языка, подготовку к олимпиадам по русскому и литературе. Очень рада, что форум проводится именно у нас, в городе Саранске, и именно в той школе, где я работаю. Этот форум – большое, ожидаемое образовательное событие для всего региона и для всех филологов России. Конечно же, мы очень рады этому, потому что действительно в филологии есть насущные вопросы именно в преподавании русского языка и литературы в школе, на которые мы сегодня получаем актуальные ответы. Работа Всероссийского форума учителей русского языка и литературы продлится два дня. События посвятили году педагога и наставника. В его рамках планируют провести целый цикл форумов для учителей-предметников. Ольга Данилова, Владимир Надькин. Народные новости. В год педагога и наставника Мордовский педагогический университет имени Евсевьева продолжает реализовывать важнейшие образовательные проекты. 15 мая в УЗИ стартовали курсы повышения квалификации для советников-директоров по воспитанию из разных регионов России. В течение четырех дней специалисты будут делиться опытом и перенимать лучшие практики. Кроме того, в этот же день в МГПУ состоялся разговор о важном сенатором Сергеем Кисляком. Будущие историки смогли задать гостю все интересующие их вопросы и получить очень развернутые и подробные ответы. Учиться, учиться и еще раз учиться этого девиза в нашей стране придерживаются не только школьники и студенты, но и, конечно же, учителя и наставники. Курсы повышения квалификации значимая и очень важная составляющая любой профессии и тем более педагогической. 15 мая Мордовский педуниверситет имени Евсевьева в очередной раз стал площадкой для проведения масштабного образовательного проекта. В УЗИ приехали советники директоров по воспитанию из Московской области, Ставропольского края и Республики Дагестан. На базе МГПУ они будут активно и плотно работать до 19 мая. Поздравляю вас с тем, что и нас, поздравляю с тем, что вы прибыли на нашу гостеприимную мордовскую землю, что вы прибыли в Мордовский государственный педагогический университет. Все, что проходит здесь, всегда проходит со знаком качества. И я действительно очень рада за вас, что эти дни вам доведется провести здесь. Я желаю вам продуктивной работы. В нашей Республике действительно очень тесная связка российского движения детей и молодежи, движения первых и наших навигаторов детства. Я очень надеюсь, что те передовые практики, которыми вы будете обмениваться и которыми вы будете делиться между собой все эти дни, помогут продвинуть нам движение первых и наш проект навигатора детства еще на много-много ступеней вперед. МГПУ вошел в число 11 педагогических вузов России, на площадках которых пройдет очное профильное обучение советников по профильной программе повышения квалификации. Она реализуется в год педагога и наставника по поручению президента России Владимира Путина. На торжественном открытии было отмечено такое тесное взаимодействие профессионалов из четырех регионов страны обязательно станет началом новых замечательных идей и проектов. Мы уверены, что Республика Дагестан, которая так издалека к нам приехала, Ставропольская, Московская область и Республика Мордовия будут серьезной профессиональной командой, которая будет такой стартап показывать для всех других регионов. А как же сегодня работать советником в школе? Как это сделать качественно и профессионально? Мы подготовились и создали для вас интересные образовательные треки, культурную программу. Курсы повышения квалификации стартовали прямо в день рождения ректора МГПУ Марина Антонова, и так что без поздравлений не обошлось. С днём рождения! С днём рождения! Принимать такое образовательное событие, организовывать и проводить его очень почетно и важно для МГПУ. Программа курсов будет реализовываться преподавателями вуза совместно с экспертами Росдетцентра, Международного детского центра Артек и центра Орленок, а также лекторами российского общества знания. У профессорско-преподавательского состава накоплен достаточный опыт подготовки педагогов, вожатых, специалистов в области воспитания. Преподавательский состав прошёл обучение в Международном детском центре Артек, и сегодня мы готовы транслировать свой опыт нашим слушателям в рамках обучения в этой программе. Первый день, а эмоции и впечатлений уже целое море. Открытие прошло очень торжественно, но вместе с тем ярко и позитивно. С национальными песнями и танцами. Это слова меня писают, прекрасная республика, позитивные, добрые люди. Я думаю, что мы здесь получим очень много заряда, новые знания. В Мордовии я впервые, и хочу сказать, что впечатление очень шикарное. Коллектив дружелюбный, сотрудники и сами студенты, ребята-волонтёры помогают, поддерживают. Жду только самое приятное, опыт, позитив, и уверен, что всё сбудется, всё получится. Всё очень ярко, организовано. Я восхищена девочками-волонтёрами, которые нас заряжают позитивом. Вся эта усталость с дороги, она уходит на нет, потому что нам очень весело, здорово, позитивно. Первый день, на самом деле, и столько эмоций, общения, обмен опытом. Даже погода под нас подстраивается, солнышко светит без конца. Восторги мы все, настроение классное, и я надеюсь, что ещё в течение пяти дней будет продолжать в таком же духе. Всего в год педагога и наставника обучения на площадке вуза пройдут более 600 советников по воспитанию из самых разных регионов России. Кстати, 15 мая в МГПУ состоялось ещё одно важное событие – разговор о важном сенатором Сергеем Кисляком. Он побеседовал со студентами и преподавателями, в центре внимания оказались самые актуальные темы. Спецоперация – трансформация мировых дипломатических отношений и развитие детской организации «Движение первых». В ходе беседы сенатор не раз отметил важность профессии педагога. Для вас, будущих учителей, чрезвычайно важно, на мой взгляд, научиться быть неравнодушным к потоку информации, который идёт на нашу страну. Потому что он, этот поток информации, нацелен на то, чтобы раскачивать общество. А я говорю, я в это верю искренне, что от учителей очень много зависит то, какими вырастут следующие поколения россиян. От вас зависит. Встреча получилась по-настоящему увлекательной. Студенты смогли задать российскому дипломату все интересующие их вопросы. Юлия Мамаева, Александр Овчинников. Народные новости. Бег с пользой для природы. 13 мая Ленинский парк охватил плогинг «Забег» – сочетание физической активности со сбором мусора. Перед сотней участников стояла задача, как можно быстрее заполнить мусорные пакеты. Итог. Почти полтонны собранного мусора и 177 пройденных километров на всех. Какая команда оказалась быстрее остальных и какие находки удивили участников, знают Ольга Данилова и Станислав Семин. На старт, внимание, марш! Навстречу здоровью и ухоженному парку участники плогинг «Забега» спешат наполнить мусорные пакеты. Добычи в парке, хоть отбавляй, в синие мешки отправляется улов из пластика, бутылки, стаканчики и упаковка. В черные пакеты участники аккуратно складывают стекло. От обычной пробежки плогинг «Забег» отличается тем, что помимо пользы для тела, он благоприятно влияет на состояние окружающей среды. Это достаточно интересная, зарекомендовавшая себя практика, когда есть возможность помочь природе и совместить это с прокачкой своих жизненных сил. Здесь сегодня работает и полевая кухня, у нас есть и партнеры, которые принимают участие, это и общественная организация. Плогинг «Забег» — пример молодежной инициативы. В прошлом году проект победил во Всероссийском конкурсе Росмолодежи. Выиграли мы этот проект в ноябре прошлого года, у нас в Саранске проходил лагерь «Столица». Что касается участников, у нас тут разный контингент, это и школьники, и студенты, и рабочая молодежь присутствует на этом мероприятии. То есть контингент такой молодежный, разнообразный. «Экостарт» собрал порядка сотни участников, которые разделились на два десятка команд. За определенное время им нужно было обогнать соперников по количеству собранного мусора и пройденных километров. «Иси! Иси! Иси! Иси!» «Это наши результаты. Забег прошел замечательно, потому что мы бегали в парке, соответственно, это свежий воздух, полезен для здоровья. Ну и к тому же мы убрали мусор». «Впечатления отличные, потому что погода хорошая, настроение хорошее, нас покормили, развлекли, и при этом мы сделали хорошее дело, мы убрали территорию парка от мусора». Чаще всего участникам попадали стеклянная, жестяная и пластиковая тара, но были находки и покрупнее. Одна из команд обнаружила старую деревянную дверь. Также в зачат пошли пара автомобильных покрышек и отслуживший свой век резиновый шланг. «С трудом несли все, конечно же. И собрали много мусора все-таки по лесу. Конечно же, не хотелось, чтобы был лес грязным. Сплоченно сработали, все удалось. Я считаю, выложили на 100%. Последней точкой забега стали мусорные баки, отсортированный пластик и стекло отправились на переработку. А команды-победительницы забрали свои награды. Среди школьников и студентов колледжа первое место завоевала команда 20-й гимназии. А среди учащихся вузов и сотрудников предприятия лучшими стали студенты педагогического университета. Общими усилиями было собрано 470 килограммов мусора и пройдено 177 километров. Ольга Данилова, Станислав Семин. Народные новости. Май месяц – самое время задуматься о том, в чем ходить предстоящей осенью или зимой. Тем более, что и летом в средней полосе прохладная погода не редкость, а норма. Подобрать себе наряд на прогулку, работу или в свет поможет магазин «Ермак». Широкий ассортимент верхней одежды впечатлит каждого покупателя. По душе и по фигуре магазин «Ермак» поможет каждому найти именно свою куртку или плащ, любую верхнюю одежду. Здесь представлен широкий ассортимент, а также большой размерный ряд от 42 до 76 размера. Приятно отметить, что и качество на высоте. Все шьется на фабриках России и Китая. Сейчас в магазине в наличии много новых моделей на прохладную погоду. Как раз такую, какая стоит на улице. Могу предложить вам ветровочку яркого цвета в этом году. Весенний. Весенний, да, в этом году очень модный цвет. Потом плащ классического стиля, нейтральный цвет. Можно тоже померить. Да, с удовольствием. Продавцы-консультанты помогут и порекомендуют подходящую модель. За вами лишь окончательный выбор. Цветовая гамма может быть любой. Так же, как и фасон. Куртки, плащи, пальто, дубленки, пуховики представлены на любой вкус. Найти себе верхнюю одежду в магазине «Ермак» смогут не только женщины, но и мужчины. Для них также представлен широкий ассортимент. Цены доступные, а благодаря всевозможным акциям покупки обходятся еще дешевле. В нашем магазине сейчас проходит акция «Одну куртку покупать, а вторая в подарок». Вообще у нас акции проходят ежемесячно, но это наиболее востребовано. В магазине «Ермак» посетители есть всегда с самого утра и вплоть до закрытия. Многие из покупателей приходят сюда за пальто или курткой не первый раз. А это значит, что и цена, и качество их порадовали. Мне очень нравится ассортимент. Здесь богатый ассортимент. Очень нравится обслуживание. Девочки, конечно, молодцы. Всегда подскажут, помогут подобрать правильную и актуальную модель. Вообще здесь уютно, тепло и хочется всегда сюда вернуться. Оплатить свою покупку можно любым удобным способом – наличными или по карте. Успейте приобрести верхнюю одежду по выгодной акции «Один плюс один». Она продлится до 31 мая. Купите выгодно в магазине «Ермак» по адресу Саранск, улица Батевградская, 79 и носите с удовольствием. Валерия Новикова, Сергей Кувакин. Народные новости. В 37-й школе Саранска прошел цифровой ликбез. Слушателями и участниками обсуждения стали ученики 8-го класса. Этот проект реализуется на территории всей России. Какая тема была затронута во время оживленного диалога 15 мая, расскажет Валерия Новикова и Сергей Соколов. Проект «Цифровой ликбез» организован по инициативе ОНО «Цифровая экономика» совместно с Министерством просвещения и Министерством цифрового развития Российской Федерации. В рамках этого проекта обсуждаются важные темы, которые тесно связаны с цифровизацией. Например, цифровой тайм-менеджмент позволяет ребятам узнать, как избежать цифровой зависимости и правильно распределить время. Темой этого занятия стала защита прав потребителя в цифровой среде. Мы сейчас очень много заказываем различных товаров в интернет-магазине, и у ребят часто возникает вопрос, а что делать, если товар пришел некачественный. Или, например, существует очень много вида мошенничеств, которые тоже, я считаю, ребятам нужно знать, как в какой-то или иной ситуации взаимодействовать с продавцом. Именно поэтому мы стараемся приходить в школы и рассказывать, какие есть способы защиты от мошенничества и что необходимо делать в той или иной ситуации. Цифровой ликбез проводится регулярно, темы разнообразные. Для молодежи такие уроки особенно ценные, ведь подрастающее поколение с гаджетами взаимодействует постоянно. Я считаю, это достаточно актуально, потому что многие подростки и люди пользуются интернетом, смотрят различные новости и видео. Мне кажется, это очень важно, потому что нужно уметь уделить время не только телефону, сети, а другим занятиям, учебе и интересам каким-то другим. В начале и в конце каждого цифрового ликбеза ученики проходят небольшой опрос. Это нужно, чтобы увидеть разницу в их информированности до и после занятия. По мнению специалистов, чтобы быть грамотным в сети, нужно соблюдать одно, но важное правило – постоянно следить за новостями и трендами. Только так можно не потеряться в цифровом мире. Валерия Новикова, Сергей Соколов, Народные новости. Самостоятельная модификация автомобиля – риск ДТП. Чтобы предотвратить аварии, наказать нарушителей, сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейды. К сожалению, в ходе проверок многие автолюбители попадаются повторно. 10 мая в Саранске инспекторы остановили водителя десятки. Номера сняли, а на автолюбителя составили административный протокол. Причина проста – автомобиль снят с регистрации еще 5 мая. Виной всему неисполнение требования по устранению технического несоответствия. Ранее сотрудниками госавтоинспекции было остановлено транспортное средство, в конструкцию которого внесены изменения в изразительные ГИБДД и иных органов. А именно, состояла истоковая выхлопная система. К данному гражданину было выполнено требование об устранении данного нарушения. В течение 10 дней данное требование не было устранено, машина не была предоставлена на стоянку осмотра. Но есть и другие примеры. Водителя Нивы впервые остановили еще 27 апреля. Молодой человек оказался любителем громкой музыки и установил дополнительные динамики в багажник и на передних дверях. Однако такая модификация была несанкционированной, автолюбителю также выдали требование исправить несоответствие в течение 10 дней. Он оказался ответственным участником дорожного движения и исполнил все в срок. Машину он предоставил для осмотра сотрудникам госавтоинспекции и сейчас получил возможность свободно на ней передвигаться. Схожие нарушения обнаружили и у владельца Приоры. Он также модифицировал аудиосистему своего автомобиля. В поле зрения инспекторов мужчина попался 10 мая. Ему также выдали требование об устранении недостатков. У автолюбителя еще есть все шансы уложиться в срок. Проверки на дорогах Мордовии продолжатся. Тем, кто уже был пойман на нарушениях, выполнить требования придется. Инспектор обнаружит таких водителей и их может ждать не просто крупный штраф. Есть риск повторить судьбу первого героя нашего сюжета. Ирина Семенова, Народные новости. За победу. Именно так назывался республиканский турнир по боксу, который прошел во дворце спорта села Кочелаева. Его посвятили памяти кавалеров Ордена Мужества. Старшего лейтенанта Алексея Тришина и младшего сержанта Евгения Филатова. Турнир в Кочелаево не случайно посвятили памяти двух участников специальной военной операции. Алексей Тришин и Евгений Филатов – местные уроженцы. Здесь они родились и выросли. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 15 населенных пунктов, в том числе и из соседних регионов. Проводят его впервые, но уже принято решение сделать турнир традиционным. Помните о ребятах, она будет жива. Поэтому помните об этом, когда будете выходить на ринг, добивайтесь успехов не только на ринге, в целом в жизни. Перед началом соревнований ребятам рассказали о героях, о том, как прошли их детство и юность. Односельчане запомнили их как честных, мужественных, простых парней. Оба они любили спорт, всегда готовы были прийти на помощь ближним. Воины будут жить в сердцах земляков вечно. В школах, где они учились, установлены парты героя. Память отважных бойцов почтили минутой молчания. ЗВОНОК В ДВЕРЬ После завершения официальной части начались первые бои. Спортсмены выступали в разных возрастных и весовых категориях. Лучшие из лучших получили награды. Валерия Новикова, Максим Бикеев, Народные новости. Детский футбольный турнир «Арена Кап» уже становится весенней традицией. 13 мая на стадионе Мундиаля вновь смогли сыграть подрастающие футболисты. 12 команд 2012 года рождения, 12 команд 2014. Кроме коллективов из Саранска и других районов Мордовии, участие в Кубке арены 2023 приняли ребята из Пензы, Нижнего Новгорода и Ульяновска. Первые шаги в футболе и сразу на стадионе чемпионата мира. Второй год подряд «Арена Кап» дает возможность детским командам 2012 и 2014 годов рождения приобрести ценный игровой опыт на одной из самых качественных площадок Приволжья. На большом газоне Мордовия-Арены места хватит всем. Играют параллельно на четвертях поля. В командах футболистов постарше по 7 человек, у младших коллективов по 5. Команды многие уже не первый раз. Приезжают второй год сюда, многие довольны. Такая атмосфера, такой прекрасный стадион, такой прекрасный газон. То есть люди сюда приезжают с удовольствием. Надеюсь, это как бы не последний турнир и планируем как бы турниры делать постоянно. Каждой команде предстояло провести по 6 игр. Сначала играли в группах по 6 команд, затем стыковые матчи, лучшие с лучшими, худшие с худшими. Для каждого юного футболиста, конечно, важна только победа. А вот у тренеров приоритеты иные. Наставникам главное дать детям помериться силами с равными и более опытными противниками и таким образом повысить уровень мастерства. Для гостей Мордовии цена также возможность сыграть на легендарном стадионе. Мальчишки у нас на год младше 2015 года рождения. Им, конечно, пришлось немножко тяжеловато, так как игра более живая и местами борьбу не удается у них выиграть. Но, в принципе, они молодцы. Для них это, по сути, огромное счастье поиграть на настоящем стадионе, который принимал у себя чемпионат мира и на котором играл Криштиан Роналдо. Среди команд 2012 года весь пьезистал за гостями из Пензы. Бронзовую награду забрала «Спарта» серебро у «Зенита». А победу праздновало СШ-8 земляков. Арена хорошая, поле отлично. Соперники все равно тяжелые, не надо настраиваться на то, что всегда мы победим. Среди коллективов 2014 года бронза у саранского роста, серебро у пензенской «Спарты». А золото досталось команде Рузаевской детской юношеской спортивной школы. Ребята признаются, победа далась нелегко. Соперники, ростер был сложный, но мы удержали победу. Наградили также сильнейших футболистов в разных номинациях. Спецпризы получили лучший вратарь, лучший защитник, лучший полузащитник, лучший нападающий, лучший бомбардир и лучший игрок турнира. Ирина Семенова, Дарья Баронина, Сергей Соколов. Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Евгения Байвикова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин